Итак, наша миниатюра посвящается Евровидению 2010 в Норвегии. Под ваши аплодисменты. Раз пошли на дело, и я, и титулеску, Самый симпатичный из румын, Он смотрел на тело, и я на титулеску, Какой же он красивый, сука, блин! И вы считаете, что вот... Нет, я считаю, что именно я, именно с этой песней, Должен поехать в 2010 году на Евровидение в Норвегию, в Осло. Восло. Ну туда тоже можно, если по пути. Понимаете, у нас отборочный тур в следующем году аж будет. Вот вы только приходите, там посмотрим, разберемся, что... Я, послушайте, знаю я ваши отборочные туры. Опять соберете эту всю шалупень, Не на концерт устроите, деньги зря потратите. Сейчас спокойно выбираем меня, Я еду на Евровидение, Вы экономите средства, Все в шоколаде, все счастливы. Все, решили. Ну, даже не знаю. Давайте посмотрим в вашей серии. Раздеваться? Резюме ваше покажите. Раздеваться. Да вот листочек, который вы с собой... А, листочек, я думал, раздеваться, жаль, жаль. Так, хорошо, Николай Нудива, это я. Через Н Нудива, да? Соответственно, соответственно, хорошо. Значит так, образование, мозгодробильный техникум. Опять нам неинтересно. По поводности было. А, вот тут сказано, что вы не только исполнитель, да? Да, у меня автор таких песен, как Яблоки на развес. Мой, мой щит. Погода в Пельцах. Важней всего погода в Пельцах, А все другое сует сын. Так, хорошо. И вот еще на прощайцыганка Здравствуй. Да, это... Все, мои композиции, Их исполняли такие замечательные группы, Как поющие уста, как ласковый Черчилль. Ну, вы должны бы не слышать. Я думаю, после этого мы точно с вами договорились. Все в порядке. Я в Норвегию, вы здесь, все в порядке. Спокойно, спокойно. Мы с вами вообще не договорились. Почему? Мне не нравится ваша песня, во-первых, да? Вот, начинается. Гавдарик, представьте, там большая конкуренция, Там множество стран, вы что? Хорошо, хорошо, можно песню поменять. Я с другой могу поехать. Множество стран. Вот сейчас песню спою сразу, относите меня, но с утрем. Вот слушайте, поймете. Песня о французских каннибалах. Матье, мы кормили деда, только зубы уж не те. Все, понятие? Оп, французиков заякин. Ааа, уже попалую, тебя пошли. На, во-во-во, джонглировали, выбросили, все, на повороте пошли французов. А при Ницине они не участвуют, кто? Мы, фавориты Молдова, 2011, на площади национального собрания. Евровидение. У-у-у, подожди. Это все не то. Что не то? Что не то? Вы слов мне не даете вставить. Дайте закончить. Не то. Чешки куда-то летите. Там не просто песня, а будет номер. Шикарный номер. Представьте, передо мной на сцене появляется, ну, допустим, ну типа звезда какая-нибудь, ну типа популярная наша, ну кого не жалко. Олекса. Пусть будет Олекса. Появляется с огромной юбкой. На полсцены. Да? И тут как бы не означает, как бы нечаянно юбка отсегивается от Олекса. Да? И Олекса уходит. Со сцены. Домой в Кишневку, шкатралом, с голой попой. Остается юбка, из юбки вылазит рояль. А из рояля вылазит балерина. Нет, не так все просто. Из рояля вылазит из сундук. Из сундука заяц, из зайца утка. Из утки яйцо, из яйца вылупляется балерина. А вот уже из балерина вылазжу я каждое утро. Это моя личная жизнь. Не ваше дело. Ага. Значит, и обязательно с вами рядом на сцене будет какая-то бабушка, которая будет бить в огромный барабан. Слушайте, а вот откуда вы все знаете? Вот так. Только не барабан, а скрипка. Да? Бабушка будет бить в большую скрипку. Все, шикарный номер, мы фавориты, чемпионы, оле-оле. Нет, знаете, тоже не пойдет. Тоже не пойдет этот номер. Я не понимаю, что он нужен. Понимаете, мы вообще-то, если честно, думали послать на следующее Евровидение кого-то, ну, помоложе. Колька дудила, чем не моложе. Хорошо. Ну, знаете, вот Штефанел Рашкован. Да, Штефанел Рашкован поедет на Евровидение, сможет про детскую песенку, все рожалобица. Все, мы выиграем. Слушайте, рожалобица сразу уверил в Рашкован, да? Штефанел Рашкован. Не суди. Посмотрите на меня, я поеду в все рожалобица в Минск. Просто. Дети, матери бездомные будут рыдать просто. Послушайте, песня несоответствующая. Детская. Внимание. Данила, Данила, пойдем копать могилу. Данила, Данила, пойдем копать могилу. Трум-трум-трум, дили-дили, пом-пом-пору, тралли-вали, пом-пом-пору. Чей-то друг лежит в подвале, закопать его, сказать, что. Трали-вали-вали-вали. Знаете, это больше похоже на творчество ауры. Ну, я вам скажу, ауру надо чистить. Это да. Это да. Это понятно. И именно поэтому аура не поедет на Евровидение никогда. Это правильно. Это правильно. Но вы тоже никогда не поедете на Евровидение. Слушай, я не понимаю, кто из нас дудил. Почему не поедет? Сука, вариантов вам. Вот так вот. Знаете, что вообще? Вот в следующем Евровидении мы так подумали, да, что победит обязательно девушка. Почему? Это логично. Посмотрите, кто там был. Билан, да? Симпот. Симпот, да, очень красивый такой. Потом рыбак, тоже ничего, да? Следующая логичная девушка. Чем я не девушка? Ты посмотри. Потрогай эти пылки. Пожарил лампочки. Посмотрите, здесь чуть добавил руки. Накрасил парик. Все. Пошел петь. И все, вперед. Кто даже не заметил. Хорошо, а если промерят? Я тебе на сечение этот. Из трех букв зуб даю на сечение. Не проверят. Не проверят. Все поверят нас. Песня тем более есть. Женская. Выхожу. Женская песня. В образе. Парик. На вернисаже как-то раз, случайно встретила я вас. Но вы в говно, вы не со мной. Парик. Жизненная, немножко жестковата. Давайте другую, более лиричную. Такая песня. Тоже я в образе. Парик. Губки лирические. Огней так много золотых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю потрахаться. Все. Чемпион. Молдова. Двуинер. 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 Я все понял. Двуинер. На Евровидение 2010 в Нормегию поедет, да кто угодно только не вы. Слушай, ну как можно так? Как можно посылать кого угодно? У меня богатейший, богатейший сценический опыт. Посылать кого угодно, все равно, что ловить медуза рогаликом. Я не знаю. В смысле? Глупо. Это очень глупо. Это все нужно посылать, не знаю, Гардиенко, допустим, Арсения и какого-нибудь парня черного из Румынии с дредами на самокате. Коннектор. Коллектор. Куда они все пропадут? Коллектор. Доктор Лектор. Его лучше послите. И то больше пользы будет. Они максимум на этом самокате до 14 места доедут. Хорошо. Знаете, это уже не важно. Потому что мне надоело за своими сидеть. Мне нужно работать. Я помню. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Прошу прощения. Дайте мне последний шанс. Спокойно. Последний шанс просто. Вот это стопутняк просто. Вот в следующей песне беспроигрышный вариант. Судя по последнему Евровидению, прям вот точно беспроигрышный. Смотрите. С причала рыбачил, рыбачил рыбак. Он всю рыбу, всю рыбу созвал. И вдруг мертвый червяк, очень мертвый червяк. И за пазухи скрипку достал. И рыбак прокричал. И вон тут. В этой руке пила. Она пилит вот эту руку. Руга падает. Тут кровать. Как не помню, что в фильме. Папа подвигает, берет руку. Дыли, дыли по скрипке. Глядь, здесь пила. Балерина в шоке. Дети линдают. Заяц целый тут. Голюбок. Адриан, Адриан, Урсу, успокойтесь. Что вы тут паясничьи? Что вы творите здесь вообще? Думаете, я вас не узнал. Я слышу, когда вы в коридоре пели Естон и Сиплым голосом и плакали. Я вас давно раскусил. Что вы творите? Да, вы меня узнали. Я действительно, Адриан Урсу. Так зачем вам все это? Так как вы не понимаете? Как вы не понимаете? Я ненавижу музыку. Это взаимно, понимаете? Я не создан для музыки. Я вхожу в эту элиту, в эту ось зла. Там все наши группа лорди. Я, Тимоти, я, там пацан, Габриэль Стадий, Чужев, ну понимаете? Нет. Ну как нет? Ну кто, кто победил на Евровидении 2006? Кто, кто? Ну, лорди. Кто, группа лорди. А сейчас Евровидение 2008. Четыре года. Десять. Это цикл. Десять. Вы правы, это цикл. Четыре года. Круг завыкается. И если я поеду, я обязательно выиграю. Да что будет такого, если вы выиграете? Если я выиграю, я наконец-то, наконец-то смогу отправиться. Туда, в лучший мир. Туда, где уже ждет меня мой господин. Туда, где души людей горят в огне. В Румынию? Да. Вот билет пошло. До свидания.